Всем привет, друзья! Сегодня снова будем разбираться, как воспроизвести один из уже существующих логотипов. В качестве примера у нас будет логотип Google Chrome. Мы постараемся сделать его максимально быстро, без лишних движений, используя быстрые клавиши иллюстратора. Давайте нажмем Ctrl-N для создания нового файла. Разрешение выбираем 600 на 400 мм и цветовую модель CMYK. Первым делом убираем заливку и создаем эллипс 100 на 100 мм. Далее зажимаем Ctrl-C, Ctrl-Shift-V для того, чтобы его копировать на передний план. После вбиваем размеры для копий 45 на 45 мм. Еще раз Ctrl-C, Ctrl-Shift-V и задаем размер 36 на 36 мм. Далее открываем вкладку View и убираем привязку от пикселей, это будет мешать нам в дальнейшей работе. Просто снимаем галочку. После этого чертим отрезок от верхней опорной точки среднего эллипса слева направо. Отрезок должен выходить за пределы самого большого эллипса. Далее нажимаем клавишу R и кликаем в середину всех эллипсов. После этого у нас должно появиться синее перекрестие. Далее кликаем по перекрестию и видим, что форма нашего курсора изменилась. После этого зажимаем Alt и кликаем еще раз по синему перекрестию. Далее у нас откроется вот такое окошко настроек. Выбираем угол 120 градусов, кликаем на превью, чтобы видеть изменения в реальном времени и нажимаем Copy. Чтобы еще раз не проделывать предыдущее действие, нажимаем Ctrl-D для автоматического повтора. Выделяем все, что мы тут натворили и выбираем Shape Builder Tool. Далее просто сделаем три клика, создавая три новые формы. Теперь поочередно задаем цвета для созданных элементов. Хочу обратить ваше внимание на то, что цвета я подбирал на глаз, и они могут быть не идентичны оригиналу. Создайте свои цвета или просто скопируйте мои настройки. Создайте свои цвета или просто скопируйте мои настройки. Далее удалим оставшиеся лишние отрезки. Создаем новый отрезок точно так же, как и в прошлый раз, но сейчас мы должны его прервать, как только он коснется контура эллипса. Далее нажимаем на R и делаем центр вращения в крайней правой точке отрезка. Кликаем на перекрестие. Кликаем еще раз с клавишей Alt. И после уже в знакомом нам меню выставляем 15 градусов. Созданные два отрезка соединяем пером, чтобы получить треугольник. А теперь делаем все точно так же, как и самым первым отрезком. Когда у нас будут готовы все треугольники, присваиваем им поочередно цвета, добавляя в состав каждого по 7% черного. После этого нажимаем дважды Ctrl, левая скобочка. Логотип готов. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok